Настоящее зрелище для якутских любителей хапсагаи подарили борцы в 11 весовых категориях от 55 до 90 и свыше 90 килограммов, ветераны до 60 и до 90 и свыше 90 килограммов. В этом году очень много молодых ребят, которые даже не были мастерами спорта, они заняли призовые места, выполнили нормативы мастеров спорта республики Сахар. Это, конечно, радует. В командном итоге чемпионата первое место заняла команда Верхневилюйского улуса, второе место – команда Амгинского улуса, третье – команда Татинского улуса. На четвертом месте – сунтарцы, на пятом – хозяева ковра сборная Тампонского района. Традиционный чемпионат по хапсагаю на Тампонской земле прошел впервые, который подарил сразу двух чемпионов. В весовой категории 80 килограммов победителем назван Олег Чернов, свыше 90 килограммов – Виталий Тимофеев. С Федей Даниловым было очень тяжело. Тем более было такое сложное положение. Я отдал ногу и с этого положения успешно вышел и реабилитировался и довел схватку до победы. Звания сильнейших отстояли Аял Лыткин, Афанасий Протопопов, Игнатий Андросов, Игорь Сафрэнеев, Александр Дорошкин, Николай Иванов, Александр Андреев, Сергей Владимиров и Александр Румин. Я считаю, соревнования прошли хорошо. Я участвовал в новой для себя категории. С выше. Раньше я боролся в категории до 90 килограмм. Последние три соревнования крупные я выступал в весе свыше. Соперники тяжелые, намного тяжелее меня. Я считаю, борьба прошла в принципе хорошая. В абсолютном первенстве до 70 килограммов победу одержал представитель Хангаласского района Ачержап Ачержапов. А свыше 70 килограммов Николай Николаев из Вилюйского Улуса. Чемпионы награждены денежными призами по 150 тысяч рублей от администрации Тампонского района. Лично я болел за хорошую борьбу. Все достойные ребята. Поэтому хотелось бы, чтобы кто достойен, тот на высшем пятистале, чтобы сдаял. Победителям в каждой весовой категории вручили ценные подарки. Рожи, телевизоры, сертификаты от магазинов. Мария Винокурова, Хандыг.